Всем привет! В эфире новости Прорыв. С вами Алина Шарапова. Сегодня в выпуске. Долгожданные послабления коронавирусных ограничений в Татарстане. Стартап-тур в новом IT-парке Казани. Благотворительный лыжный забег в Казани. В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19. С чем это связано, расскажет Лисана Фандиева в своем сюжете. Целых пять месяцев вакцина против коронавируса обеспечивала надежную защиту, предотвращая тяжелое заболевание в республике Татарстан. Она оставалась самым эффективным оружием против сильного вируса и являлась возможностью положить конец пандемии. С чем же связана ее отмена? Уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19 превышает 80%, заявила глава управления Роспотребнадзора Марина Потяшина. В связи с этим положение об обязательной вакцинации утратило силу. Отмена обязательной вакцинации – это довольно загадочная материя. В принципе, принуждение к вакцинации – довольно загадочная материя. Это должно быть добровольно. Напомним, что обязательную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане ввели с 11 октября прошлого года. Это касалось работников государственных учреждений и людей старше 60 лет. Лейсан Афандиева, Прорыв. 7 апреля в Казанском IT-парке пройдет стартап-тур. Ежегодное мероприятие фонда Сколково – один из самых масштабных и продолжительных проектов в России, направленных на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечения в их экосистему страны и мира. Конкурс стартапов состоит из трех направлений – информационной технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве и индустриальные энергетические технологии. В презентации проекта нужно указать, чью проблему решит стартап, описать технологию и сам продукт. Заявку на участие можно подать до 24 марта. Заметим, что развитие IT в 2022 году сохранит уверенный рост. Об этом свидетельствуют результаты исследований ведущих аналитических компаний. Именно IT-рынок за годы пандемии преуспел. Это стало возможным благодаря гибкости и специфике информационных продуктов, поскольку практически весь мир перешел на удаленку, появились соответствующие сервисы и возобновилась поддержка старых. 2022 год как стал большим прорывом, так и большим потрясением для многих людей. В связи со сложившейся ситуацией в стране появилась большая потребность в замещении импортных брендов русскими. Именно об этом мы сейчас и поговорим. Недавно в паблике Интерказани опубликовали очень интересный пост по поводу импортозамещения татарскими продуктами и компаниями. Как тебе этот пост? Понравился ли тебе? Что запомнилось больше всего? Да, я видела этот пост и на самом деле мне показалось это очень интересным, так как предприятия будут развиваться с каким-то определенным колоритом и, на мой взгляд, это будет что-то такое запоминающееся. Как ты относишься к замене европейских брендов отечественными? Я отношусь к этому очень положительно, потому что наши бренды смогут развиваться и стоять наравне с европейскими. Также это очень поможет нашей русской культуре, потому что мы в основном на данном этапе, я думаю, будем пользоваться только нашими брендами. Это очень здорово, потому что мы будем поддерживать своих творческих людей, своих производителей. Мне кажется, это хорошая идея и просто для людей, и для брендов, и это очень большой прорыв, и это много очень не значит. Также недавно вышла новость по поводу нового приложения Росграмм. Я думаю, ты ее уже видела. Это полностью адаптивное приложение под Инстаграм, там будут такие же функции. Как ты к этому относишься? Я слышала, да, про эту новость, и знаю, что изначально это приложение будет исключительно для блогеров. Как ты думаешь, у них получится это воплотить в жизнь? Мне кажется, да, потому что это будет напоминать тот период времени, когда у нас только появился ВКонтакте. Это будет нечто похожее. Мне кажется, многие блогеры туда уйдут вместе со своей аудиторией, и ведь это будет похоже на интерфейс Инстаграма, к которому мы все привыкли, к которому мы так сильно полюбили. И мне кажется, это будет очень здорово, и это будет популярным. А по поводу татарских брендов расскажет наш коллега Никита Платонов. Всем привет! И в связи с последними событиями, все мы понимаем, какие события, мы должны обратить внимание на русские бренды. Сегодня, в частности, я расскажу о брендах Татарстана. Пока я не начал изучать этот вопрос, мне казалось, что Татарстан это просто анти-модное пространство, в котором вся тяга к искусству одежды наобращ умерла или вообще никогда не было. Но это оказалось совсем не так. Сегодня я расскажу про 4 бренда Татарстана, которые, мне кажется, будут актуальны в ближайшее время. Итак, первый бренд, о котором я расскажу, это бренд Аглая. Этот бренд создает просто потрясающие многослойные платья, и, как по мне, некоторые экземпляры уже могут находиться в музеях моды. Я, правда, не думал, что меня могут так удивить казанские бренды. Так что, я думаю, за этим брендом я буду наблюдать сейчас очень долго. Второй бренд это Ньют Стори. Этот бренд за последний год занял нишу премиум-сегмента. Это очень красивые базовые вещи. И сразу скажу, что базовые вещи это не только белая и черная футболка. Если вы не понимаете, что такое базовая одежда, то советую посмотреть на этот бренд, и тогда вы все поймете. На очереди бренд Клео. Этот бренд меня зацепил своим небольшим деконструктивизмом и обработкой рукавов. Немногие бренды на это обращают внимание, но лично мне это очень нравится. И советую посмотреть на это. Платье из бархата, классические костюмы и даже пижама есть в ассортименте этого прекрасного бренда. Ну и напоследок я оставил человечка, с которым я бы сам очень сильно хотел познакомиться. Это девочка-дизайнер из Казани Маша Уманская. Она создает одежду с довольно сложной конструкцией, что довольно редко встретишь в гардеробе обычного человека. Поэтому обязательно посмотрите на ее ассортимент. Уверен, вам понравится. Я считаю, этот список получился довольно разнообразным, и у вас уйдет немало времени, чтобы изучить весь ассортимент этих магазинов. Ну а на сегодня все. С вами был Никита Полтонов. До скорой встречи. Об актуальных новостях для иностранцев в Татарстане расскажет Паула Пачеко. На газослугах появился раздел для иностранного гражданина. Это упростит жизнь и работу иностранцев в России. С ее помощью можно искать работу, проверять наличие ограничений на объезд в Россию, записаться в МВД, получить выписку о зарплате, обратиться из жалобой в трудовую инспекцию. 12 марта в Казани придет интеллектуальная игра «Что, где, когда?». Гвиз будет направлен на логику. Вас ждет проверка эрудированности, в которой вы сможете ощутить настоящий возговой штурм. Команды должной состоят из шести человек по правилам, четыре отчатника, из нее должны быть иностранцами. 12 марта прошел благотворительный лыжный забег на один километр на стадионе «Локомотив». В нем приняли участие 20 человек. Это значит, что все собранные средства будут направлены на помощь детям проекта «Лучики». Благодаря усилиям лыжников, семь малышей с синдромом Дауна смогут пройти полную предшкольную подготовку. Они будут заниматься с настоящими профессионалами своего дела в сферах дефектологии и логопедии. Эти занятия позволят ребятам уже в сентябре этого года пойти учиться в обычную школу. В студии была Алина Шарапова. До встречи через неделю.